117 Псалом торжественен Троекратные повторения одного и того же выражения в этом псаломе встречаются часто, что тайно указывает нам на его пророческую сущность, ибо троекратные благословения всегда есть отблеск славы тресиянного божества. 127 Псалом торжественен Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. В этом псаломе, может быть ярче, чем во многих других, говорится о силе имени Господня. Помните притчу Соломонова «Имя Господа – крепкая башня, спасается в нее праведник и безопасен». Имя Божие – это меч, который можно при умении воевать. И вот псалмопевец говорит «Все народы окружили меня, но именем Господнем я не изложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не изложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в тернии. И именем Господнем я не изложил их». Опять троекратно повторяется одно и то же выражение. «Именем Господнем я не изложил их». Имя, призываемое с верою, дает нам такую благодать, которая делает человека непобедимым и неустрашимым ни перед видимыми, ни по благодати перед невидимыми врагами. «Господь – сила моя и песнь, Он сделался для меня спасением». Окончание псалма насыщено пророчествами. Многие из этих стихов моем на богослужении. Во-первых, псалом говорит нам о том, что мы будем жить вечно. Говорит так. «Не умру, но жив буду и повем, буду возвещать по-русски дела Господня». Вот врата Господни. Праведники войдут в них. Очевидно, речь идет о вратах, в которые войдут святые в тот день, когда Господь призовет их к радости. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это о Христе, ибо он есть камень краеугольный, драгоценный, положенный в Сионе, верующий в него не постыдится». Об этом камне также сказано, что если кто упадет на него, то разобьется, если же он на кого упадет, того раздавит. Мы поем эти стихи, так называемый «Бог Господь». Это опять-таки из этого псалма в начале каждой утренней. Прочитаем их еще раз. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Эти слова Христос повторил и произнес в Иерусалимском храме пред лицом книжников, когда убеждал их, что Христос есть Сын Божий и одновременно Сын Давидов. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный». А это уже о Пасхе. В дни Пасхи мы говорим эти слова и торжественно попиваем о громогласных храме, «Ибо день Пасхи – это есть именно тот день, который сотворил Господь, чтобы возрадовались мы и возвеселились». «Бог Господь и осеял нас, по-славянски Бог Господь и явися нам. Составите праздник во учащающих дорог алтаревых, то есть ведите к Богу жертвы, заколайте их, приносите Ему, торжествуйте и радуйтесь и пойте. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Псалом сей читается в богослужебной практике во время служения благодарственного молебна. Также, будучи насыщенным различными пророчествами о Христе, где Господь называется, повторяю, и камнем, и призывается к пришествию, Бог Господь и явися нам, Он используется в нашем ежедневном богослужении на утренний, как в празднике, так и в будни. Это Псалом 117, один из цветов Божественного сада. «До встречи в Божественном саду, в саду, который не вянет и не устает приносить плоды». Субтитры создавал DimaTorzok